Теперь на полу в храмах можно заметить разметку, такую же, как и в других местах массового скопления людей. Эти и другие меры предосторожности, например, санобработка и проветривание помещений, отныне должны соблюдаться во всех храмах. Все центральные меры, которые нужно соблюдать, мы продолжаем соблюдать. То есть прихожане должны находиться в масках, должны соблюдать социальную дистанцию. Исповедь мы просим, чтобы записывали на листочке. Также во время исповеди и священник, и прихожане должны быть в масках. Новые правила необходимо соблюдать и при других обрядах. Во время крещения и отпевания они совершаются при малом количестве людей и при ограниченном контакте. Соответственно, если крещение, то у нас совершается одно, то есть приходит одна семья, да, и таким образом. Ну и во время причастия, вот те меры, которые нам были предписаны с дезинфекциями, тоже мы сейчас соблюдаем. То есть уста отираются салфетками, вот лжица специально после каждого человека протирается. Ну вот пока так. Также Благочинный рассказал, что когда людей будет слишком много и сохранять социальную дистанцию физически невозможно, некоторые богослужения будут проходить на улице. В частности, он отметил, что уже планируются службы на свежем воздухе в День Святой Троицы и в Родительскую Субботу. Помимо этого, поскольку у нас Радоница, это день после, ну, девятый день после Пасхи, когда особо мы молимся об усопших, на кладбище были закрыты, никто не ходил, то на Родительскую Субботу на наших кладбищах, поскольку они уже открыты, мы тоже планируем совершать, ну, такие частные литии. То есть каждый человек будет находиться у могил своих близких и священник сможет подойти и помолиться вместе. Остались в силе и определенные послабления для верующих. Вводятся ограничения на участие в богослужениях граждан возрасте старше 65 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями. В первую очередь, болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабетом. Каждый человек для себя тоже выбирает. Я знаю, что есть люди, которые сейчас все равно продолжают оставаться дома, особенно люди старшего возраста. И, наверное, в этом есть тоже свое разумное зерно. Особым пунктом новых правил отмечается, что при выявлении среди священнослужителей храма коронавирусной инфекции доступ в храм должен быть закрыт для прихожан до проведения дезинфекции. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видно этого.